Ученица Евсинской школы Ксения Шинкаренко стала победителем финального этапа всероссийского конкурса «Агро-НТИ-2021» среди учащихся общеобразовательных учреждений, сельских поселений и малых городов. Евсинские ребята уже третий год участвуют в подобных состязаниях. В номинации «Агрокоптер» призовые места занимали Данил Кузьмин и Данил Аникин. Теперь в номинации «Агрокосмос» лидировала Ксения Шинкаренко. Чтобы пройти в финал всероссийского конкурса, Ксении пришлось выдержать отборочный тур и пройти региональный этап. И уже как призёра она вошла в команду Новосибирской области. При помощи спутниковых съёмок и компьютерных программ их коллектив изучал сельхозугодия разных территорий. Ксении достался из Китимский район. Были задания, например, найти поля, в которых были яровые культуры, были озимые культуры. Найти поля, в которых произошли какие-то изменения антропогенные и обозначить их. Для Ксении это первое участие в конкурсе такого масштаба. Плюсы очевидны. Школьница узнала много нового по своей любимой космической теме. Научилась работать в команде, презентовать свою работу. Там было много регионов. Это, в принципе, необычно заниматься. Когда с тобой сидят не ребята, которым, например, два часа ехать, или, может быть, на автобусе несколько часов, которые летели здесь на самолёте, или ехали на поезде. Какие-то новые знакомства. В принципе, люди были необычно довольны там. Становится радостно за них, что они делают успехи, и что всё-таки мы чему-то их научили, привлекли, и что они нашу школу как бы прославили. Стране нужны высококлассные инженеры. Почему бы не ориентировать ребят на востребованные специальности? В инженерно-технологическом классе под руководством Валентины Ивановны ребята занимаются по разным направлениям. Математика, физика, черчение, графика, робототехника. Предстоит освоить 3D-принтер. В этом году в школе открыли центр «Точка роста». Поэтому возможности обучения ребят становятся ещё шире. А их желание участвовать в серьёзных конкурсах только растёт.